Апостол Павел говорит так Подвязайся добрым подвигам веры Держись в вечной жизни, которой ты и призван И исповедал добрые исповедания перед многими свидетелями Вот один стих Это даже не полное предложение Вот смотрите, что мы в нем находим Запад подвязайся добрым подвигам веры Не просто я поверил, пришел, отбыл на неделю, снова пришел Подвиг Притом надо стараться подвязаться Это усилие большое надо Все время должен быть подпоясанный Все время в движении, энергия, подвиг Добрым подвигом веры Ну кто решится на себе сказать, что у меня вера подвижническая Подвиг человек совершает, когда от обычной, рутинной жизни отходит И многое остается позади Это подвиг, говорит, настоящий Он перешагнул рубеж какой-то Это подвиг совершил человек Вот она вышла замуж, образования нет А теперь все бросает и учится, едет Это подвиг по-своему А другой он на этом остановился, дальше не идет Не хватает ничего Он бросает семью, едет в другую страну, чтобы заработать, построить И детей выпускать из дома Было что-то, это подвиг Я всегда говорю, еретики, которые приехали к нам в страну Они еретики Они зловредные люди для нас Но они совершили подвиг Оставили семью, приехали в другую страну Кто из нас это решит-то сейчас? Ну просто надо смотреть на человеческие возможности И примериться Я к среднему отношусь Или выше маленько шкалу беру Держись Вечной жизни Это направление В мире все надвое Так говорит премудрый Сирахов Добро, зло Свет, тьма Вечная жизнь и вечное мучение И вот сегодня Церковь назначила читать послание к Тимофею Здесь призыв к вечной жизни И тут же сейчас буду отвечать на евангельское чтение Там о вечном мучении Кто-то же это так придумал Считай, чтобы сразу показать контрастность Чего нам нужно держаться Держаться в вечной жизни Значит в любом деле Везде ставить вопрос Что я ищу? Я всегда этому говорил Четыре вопроса Ставить к любой твоей предпринимательности Деятельности С чего я ищу первое Вечного или временного Спасение души Или выгоду для тела Вот этот вопрос Как раз Павел поставил Тимофею Держись в вечной жизни Все время курсу Проверяй по компасу Смотри Если временно Оно временно останется здесь Человек потратил Что на себя Ушло в землю Что потратил на ближнее Поднялось на небо Как просто Вот то что мы знаем График какой Да надо обязательно мне Восемь часов Выспаться Это все земное А ты посократи Маленько Такие же обыкновенные люди Уходили в монахи Как Арсений Великий И говорили Для монаха Один час достаточно А что он монах Только не жена А ты Но ничем не отличается Та же хотелось ему спать Та же поесть И все время уменьшали питание Уменьшали тепло в комнате Это подвиг И Павел говорит Подвигом добрым Я подвязался Веру сохранил Течение То есть Маршрут назначенный Мне прошел без аварии Ну а теперь готовится Венец жизни Подвигом добрым Дальше Который ты и призван Оказывается Наше призвание К жизни вечной Мы не запрограммированы На погибель Мы к ней призваны Нам показали Как бы плакат И показали Вот это жизнь вечная Вверху венец Вот этот диплом Вот эти награды Все ты получишь Павел говорит Если кто поколеблется Не благоволит Тому душа моя Говорит Господь Взял направление Не оглядывайся назад Ненадежен Для царствия Божия Пахарь Который все время Оглядывается Недалеко Ушел От первой Грани Межи И ты исповедал Доброе исповедание Перед многими Свидетелями Я что не возьму Сравнивая С историей Русского православия Тысячелетним Ничего не нахожу Ну где ты Исповедал Доброе исповедание Любое Перед многими Свидетелями Но я же на исповедь Хожу По первой Свидетели Не должны быть Это тайна исповед Уже не подходит Да притом Доброе Какое доброе Когда ты пришел Ты только грехи Рассказываешь Боровали Да аборты делали Больше ничего и нет Уж так По мелочи где Злились Скандалили Доброе исповедание Ясно что не об исповеде Речь то идет На исповеде Человек идет Как в баню А доброе исповедание Это означает Нигде Не нарушить То о чем ты говоришь Доброе исповедание Чтобы никто не попрекнул О говоришь А сам то что ты делаешь Это доброе исповедание В любом месте Ты найди объект Который еще не знает о Христе Поддержать Сказать Не говори что ты Не знаешь как войти в общение Ты проси и Господь даст Я решил посмотреть По слову Божию Как всегда Где впервые Пошел разговор О жизни вечной И где замаячила смерть Бытие 3 глава 22 стих Господь говорит Рассуждая уже Как от имени Троицы Чтобы человек Не вкусил От древа жизни И не стал Вечным Не стал подобен нам Вот где это было Жизнь вечная Обещана И утеряна Человек был Бессмертный И теперь Вся история Человеческого общества Это возвращение В райское состояние Пророк Даниил 12 глав 2 стих Говорит так Наступит день Когда прозвучат Архангельские трубы Земля всколыхнется Кладбище отдадут То что там Являлось кладом Самое сокровенное Дорогое Тела человеческие В которые Войдут души И многие Из спящих В опрахе Восстанут И одни Для жизни вечной А другие На вечное Поругание И посрамление Слово вечное Те люди Которые Предуготованы К вечной жизни Как Павел говорит А они там же Лежат Мы даже Представить не можем Что будет там Вот сейчас Здесь Специально Готовится В феврале Демидовский бал Будут Присваять Разные премии По художеству По архитектуре Я тоже позвонил Меня ни в одну Категорию не могли Внести К историкам Отнести Тут о вере Говорится Художественная Литература У меня вымысла Никакого нет А вы знаете У нас Ходной билет Полторы тысячи Полторы тысячи Да я тут Полгода на ней Буду жить Зачем же Я к вам пойду А в царство Небесное Как попасть туда Какой нам Билет обещанный Притом Даром Только у веры Прими Согласись И Господь Уже билет Выдаёт Гарантированно Евангелие Отмопея 19 глава 16 стих Подходит человек И спрашивает Что мне сделать Чтобы наследовать Жизнь вечную У Христа Вопрос задаёт Ему да Задаёт Ни один Не подошёл К Христу Священнику Я думаю К священникам Тоже не подходили Подошёл бы Сказал Батюшка Что мне сделать Чтобы наследовать Ад вечный Ну а с наглой Всё Значит вопрос Такой стоит Надо и этот Спрашивать Не надо Ещё сделаем Да ещё и спрячем У многих людей Уже мандат в руках Как будто прописанные В аду Всё делают Для погибели То что люди Поминают Собираются Вот такой был Губернатор Сейчас считаю В Москве Собрались Он про это Может быть И ничего не знает Ему это Не надо Ему единственное Что помогло Бы Заталут Говорит Это Его Имение Раздать Нищему Чтобы молились Люди И то Шатко Но всё-таки Он так и пишет Что может быть Была бы польза 17 стих Отвечает Христос Если хочешь Войти В жизнь Вечную Соблюди Заповеди Заповеди Знаешь У сектан Литиков На эту Сторону Никак Ум не клонится Я уверовал Я спасён И дальше Никак не идут С кем бы я не беседовал За 40 лет Ну практически Я не слышал От них проповеди А я уверовал Я спасён И кровь Христа Меня омыла Это правильно Но дальше Ты должен доказать Дальше Это идёт соревнование Многие бегут Но один получает Награду Многие бегут Уже Уверовавшие Крещёные Но получат Награду Один Ты хочешь Жизвечную иметь Да Господи Соблюди заповеди Ты знаешь заповеди Да Чти отца И мать Я чту Всё Знают Значит Нужно в заповеди Почаще заглядывать Не нарушаем ли мы их Матфея 25 Глава 46 Стих Рассказывает Причью О мудрых И неразумных Девах Господь подводит Окончательную черту И пойдут Сие В муку вечную А праведники В жизнь вечную Есть севты Как адвентисты Они жизнь вечную Признают И верят А через запятую И в муку вечную Намертво отвертают Совершенно Перевод неправильно Сделан Слово вечное Понимать не надо Но в одном предложении Говорю Даже не точка С запятой А через запятую Если тут Понимаете Что бессмертие Какое же основание В этом предложении То же самое Слово В том же падеже Стоит И его уже Толковать Что это не вечное Это сатана делает Бог предупреждает Чтобы ты не попал Сатана Скрывать Для того Чтобы затолкнуть Вангелес Марк 9 43 Говорит О соблазнах Какие окружают Человека Мешают Человеку Продвигаться Жизни вечной Там взять Хочется Здесь посмотреть Так выше Отсеки И лучше Чтобы у вечного Войти Царство Небесное Получить Жизнь вечную Не так Что хочу И удовлетворяю Своим прихотям Евангелист Иоанн 3 глава 16 стих Считает Центральный стих Всего Евангелия От Иоанна И Библии Говорит Так Ибо так Возлюбил Бог мир Что отдал Сына Своего Ненародного Дабы всякий Верующий Не погиб Не попал В ад Не горел В Диенне Наполучил Рай Жизнь вечную И так Павел Говорит Подвязайся Добрым Подвигом И держись В вечной Жизни Как мы можем Жизнь вечную Получить Согласно Этого Сиха Только Верой В Иисуса Христа Евангелист Иоанн 4 14 Говорит Так Вода Вода Которую Я Дам Ему Сделается В нем Источником Воды Тихущей В жизнь Вечную Если Эта Вода Уносит Приносит Наш корабль В жизни Вечной Нам нужна Такая Вода Где Она Сие Сказала Духе Святом Сие Сказала Слове Божьем Тысячу Лет Эту Воду Прятали У Русских И Самый Большой Вклад Для Того Чтобы Заглушить Все Внесло Монашество Никому Не Разрешалось Иметь Библию Я Прошлый Раз Называл Соборы Когда Были В Восьмедневный Срок Сдать Все Библии Кто Не Сдаст Эритик Эритик Сжигается На костре Живьем В ангелисе Иоанн 4.36 Поясняет Жнущий Получает Награду И собирает Плод В жизнь Вечную Так что И сеющие И жнущие Вместе Радоваться Будут Чтобы Попасть В жизнь В вечную Значит Нужно Сеять И нужно Жать О чем Речь идет Не о редиске Не о ржи Пшенице Речь идет О сеяни Слова Божия Что Эти слова В России Никогда Не считал Никто Я все время На этом Останавливаюсь Я один Сижу Дома Руками Сплясну Стану Похожу Опять Плакать Перед Богом Господи За что С нами Ну Ясно Написано Получает Награду Жнущие И сеющие Кто же Жать Будет Если Не сеяли Да Исповедовали Никогда Сейчас Батюшка Говорит Исповедуй Их Они Сеют Или Не сеять От этого Жизнь Вечно Зависит И ты Держись Вечной Жизни Держаться Вечной Жизни Что Сегодня Считают В храмах Это Значит Сеять Надо Это Значит Жать Надо И Это Значит Тогда Ты Представишь Богу Увеличенный Талант Веры Который Ты Имеешь Евангелист Иоанн 5 24 Говорит Так Истина Истина Говорю Вам Слушающий Слово Мое И Верующий Пославшего Меня Имеет Жизнь Вечную Да Какая Жизнь Вечная Если Не Слушали И Проповедовали Его Я В каждом Стихе Вижу Обличение Слова Божия Не Слышали Его Не Было И Попы Его Не Знали Потому Что Перевода Нет Академию Заканчивают Да Многие Академию Заканчивают Но Академисты Не Заканчивающие Слово Как слушать Когда нету И никто Не проповедовал Вообще Никто Не знал В таком Состоянии Вот сейчас Находится Старобрядцы Они Не покорились Этой Реформе Реформа Кое-что И полезное Дала Все-таки Раскрыла Немного У Иеретиков Научились Проповедовать Запада Понахватались Маленько А эти Старобрядцы В живом виде Вот так Было До реформы Нигде Слова Божия Нет Одна В серьезе Я это Слышал Евангелие Иоанн 5.39 Христос Сказал Истинно Говорю Вам Исследуйте Писание Ибо Вы думаете Иметь Через них Жизнь Вечную А они Свидетельствуют Обо Мне Если держаться Нам нужно Вечной Жизни А написано Жизнь Вечная Получается Только через Слово Божие Не просто На полочке Стоит Но исследовать Так тоже Научит Исследовать Когда Библии То совсем Нету Сектанты Исследуют В ложном Направлении Но они Исследуют И может быть Мы главные Будем Виновники В гибели Потому что Они не дали Истинное Толкование И так Мы еще Находим Чтобы Исполнить Слова Павла Держаться В вечной Жизни Нужно Держаться За Библию Да каждый День Считать Исследовать Сравнивать Одно Место С другим О чем Там Говорится Евангелие От Иоанна Старайтесь Не о пище Тленной Но о пище Пребывающей В жизнь Вечной А какой же Пище Он говорит О слове Своем И о причастии Стараться Об этом Надо Стремиться К этому И это Не проповедовалось Иоанн 6.54 Едущий Мою плоть И пьющий Мою кровь Имея Жизнь Вечную И я Воскрешу Его Последний День А недостойно Причащающийся Если пьет Себе Осуждение Чтобы достойно Причащался Надо знать Слово Божие Мы с каждого Слова Сваливаемся Туда И тысячу лет Глушили Слово Божие То есть Боролись Против Вечной Жизни 6.68 Симон Петр Отвечал Господи Кому нам Идти Когда он Спросил Не хотите Либо Меня Оставить Ибо У тебя Глаголы Вечной Жизни Оказывается Не только Есть Вечная Жизнь Но Глаголы Вечной Жизни Это Другое Дело Глаголы Которые Выражены В определенных Словах На всех Языках И указывают Путь Царства Небесное А это С крылья Так В Библии Можно узнать Я любое Слово Открываю Сижу Думаю Стану Помолюсь Нет Все правильно Понят Открою Блаженную Опелак Все правильно Так что Они ослепли Совсем Или это Враги Были В черной Рясе Которые Все сделали Специально Дьявол Допустил Библии Вели Да как это Могли они Такого Не увидеть Так это У него Глагол И вечная Жизнь А глагол Это как в Библии Больше нигде Не у Попа Они Библию Это не знают Я еще по настоящему Знающих Священников Чтобы Писание знали Мало Встречал И очень Мало Евангелие От Иоанна 12 глава 50 стих Заповедь Его Есть жизнь Вечная А заповедь Опять Слове Божьем Что интересно О вечной Жизни В Библии Говорится 50 раз Слово Жизнь Вечная Во всей Библии И у одного Евангелиста Иоанна В его Евангелии Посланник 23 раза Почти половину Это тоже Не случайно У апостола Павла Кажется Только 3 раза Зачем С посланием У Иоанна Все скопилось Там Почему Потому что Самое Центральное Божественное Не о человечестве Описанное Пришло И открыто Иоанну Было Жизнь Вечная Ведь мы для того И ходим В храм Чтобы Жизнь Вечную В Деяниях 13.36 С дерзновением Говорит Должны сказать Что вам Первым Надлежало Услышать И быть Проповеданным Слово Божие Но как Вы отвергаете Его И сами Себя Делаете Недостойным Вечной Жизни Те 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 Которые Не Принимают Проповедь Евангелия Вот Нам Запрещают Кому Вы Говорите Священники Они Эти Кто Запрещает Сами Себя Делать Недостойным Вечной Жизни Толковать Ничего Не Надо Кто Препятствует Говорит Слово Божие Это Человек Сам Себя Без Сякого Отлучения От Церкви Делает Недостойным Быть В раю С Богом Деяния 3.38 Уверовали Все Которые Были Предуготованы К Вечной Жизни Значит Мы Были Предуготованы Или Нет Себя Каждый Раз Смотри Рим 2. Глава 7. Стих Кто В постоянном В добром Деле Ищут Славы Счастья И Бессмертия Обещана Жизнь Вечная Не просто Я уверовал Во Христа Я спасен И Христос Меня искупил Но Постоянством В добрых Делах Определите Что вы можете Делать Каждый Себя И что Они Ищут Счастья И Бессмертия Им Уже Гарантирована Жизнь Вечная Кремлянам 6. 22 Плод их Есть Святость Если Живем Свято А Колец Жизнь Вечная Не Просто Жизнь Вечная Что Христос Умер За Меня А Если Живем Свято Я Я Слова У Сектантов Вообще Даже Слов Никогда Не Слышал Галатам 6.8 Сеющий В плоть От плоти Пожнет Тление А Сеющий В дух От духа Пожнет Жизнь Вечную Значит Любое Дело Надо Рассматривать С позиции Вечности Что мы Получим 1 Тимофея 6.19 Собирая себе Сокровище Доброе Основание Будущее Чтобы Достигнуть Жизни Вечной Уверовал Теперь Каждый День Думай Где я могу Быть полезен Не ссылайся Не на болезни На возраст На занятость Ты христианин Где бы ты ни был Думай Каждый день С утра На молитве Уже Господи Поставь мне Задачу Для того Чтобы путь Был к жизни Вечным В первую очередь Это Мы сами Должны быть Живым Евангелем Оно должно Быть в нас Не просто Кино Посмотрел Газету Почитал А мгновенно У тебя Высвет Вот это неправильно Это правильно Когда люди Несколько лет Верят И спрашивают Вот я читал Я не знаю Правду пишут Мне очень странно Это означает Внутренний Голод Духа Божия Заглушен Ты не слышишь Я-то тоже Не на каждый Знаю ответ Я прошу Бога И Господь Показывает Где это искать Ответ Зададут Я только Помолюсь Господь Сразу открывает Во второй книге Маковейская Седьмая глава Девятый стих Говорит Умершая За Бога Имеет Жизнь вечную Когда казнили Сыновей Маковейских Но мы не знаем Достигнем ли мы Такой Степени Чтобы нам За него умирать И так Павел говорит Держитесь Жизнь вечная Вот это слово Пусть всегда Стоит перед нами Думал Ответить грубо Ссылаться на что-то Не пойти в храм А для жизни вечной Это будет или нет Вот представьте Которые не пришли Сегодня Могли прийти Испугались мороза Или что-то Вы не думайте Что они время провели Лучше нашего В первую очередь Они вместе не молились Не увидели Дорогих лиц Братьев и сестер Они не знают Какой радостью Мы делимся сегодня Держись жизни вечной Лишись чего-то Я ради жизни вечной Сие делаю И благословен Господь Давший нам Правильное направление Святой Православной Церкви Аминь Редактор субтитров А.Семкин